ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Объяснить нюансы жилищного строительства и помочь в получении наследства. И даже призвать к ответу скрывающегося за границей нерадиевого отца-алименщика. До этого было, я понимаю, так нормально. После того, как ушел с официальной работы, поехал в Россию, все, прекратилось. Что-то на протяжении, получается, более трех лет или около трех лет. Муж вам не оплачивает материально, он не подарки, нематериальной помощи не оказывает. Ну, я писала. С целью уклонения, я даже так написала, с целью уклонения от уплаты алиментов, ежемесячно предоставляет только 10-20 рублей. Прошу отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении, от такого-то числа в отношении моего душу. Совместные приемы граждан представителями профсоюзов и сотрудниками прокуратуры в нашем регионе проводятся почти полтора года. За это время партнеры не только убедились в эффективности такой формы сотрудничества, но и выработали методику решения озвученных проблем. Бывает, что вопросы решаются сразу на приеме. Бывают вопросы, когда людям нужно объяснить, куда им обращаться для того, чтобы они их решили. А бывают ситуации, когда действительно нужно, чтобы человек пошел, написал письменное обращение, и тогда его вопрос будет решен. Изначально немножко это отпугивало нас, как правовых инспекторов, потому что мы считали, что работники будут бояться задавать насущные вопросы в присутствии прокурора. Но, как оказалось, им тоже очень много поступает вопросов, и ряд вопросов они берут на контроль. Жители Гомельской области эффективность совместных приемов прокуратуры и профсоюзов оценили быстро. Только в прошлом году на более чем 170 подобных приемов обратилось свыше 800 человек. В марте 2018 года на правовой прием в городе Чечерске пришел работник одной из сельскохозяйственных организаций по вопросу о непродлении контракта. На правовом приеме представитель прокуратуры поддержал наше мнение о том, что контракт с данным работником должен быть продлен. Работнику составили заявление на имя нанимателя о продлении трудовых отношений. Впоследствии был проведен мониторинг соблюдения законодательства о труде в отношении данного работника. Однако наниматель не прислушался к нашему мнению. И данному работнику мы составили исковое заявление в суд. Суд Чечерского района восстановил данного работника. И в апелляционном обжаловании также наниматель не смог доказать свою позицию. В настоящее время человек работает. В отличие от приемов граждан, совместные заседания Президиума Совета областного объединения профсоюзов и коллегии прокуратуры Гомельской области традиционными еще не стали. Однако первый шаг к этому сделан. Участники первого заседания обсудили вопросы соблюдения требований трудового законодательства. Причин начать обмен информацией и оказывать взаимную помощь сегодня достаточно. По результатам проверок, проведенных прокуратурой, в отношении должностных лиц, не создавших безопасные условия труда, уже возбуждено 15 уголовных дел, 5 из которых переданы в суды. Хотя привлекаются к ответственности руководители не только за невыполнение своих непосредственных обязанностей. Факты коррупции среди них также выявляются. У нас сегодня, к сожалению, отмечен случай, когда один из руководителей водоканалов области брал взятки за то, что люди приходили устраиваться к нему на рядовые должности слесарей. И таких четыре эпизода, я считаю, это тоже возмутительный факт. И, конечно же, такой руководитель не должен принимать людей на работу и не должен руководить таким предприятием. Заинтересованность профсоюзов тоже очевидна. Официально после проведенных проверок ликвидируется около 90% выявленных нарушений. Но в профсоюзах соглашаются. Полномочий инспекторов труда не всегда хватает, чтобы исправить ситуацию кардинально. Тесное сотрудничество с прокуратурой в этом плане может оказаться действительно взаимовыгодным. Выявляются те нарушения, которые воздействуют прокуратуру и может, и в праве более действенны, чем профсоюзы. И нам идет это в помощь, и главное, чтобы был достигнут результат. Либо же с нашей стороны у нас есть специалисты по охране труда, мы оказываем определенную помощь консультативную прокуратуре. В дальнейшей их работе тоже является очень важной. Вот этот взаимообмен информации наших инспекторов по охране труда, их помощь действенная в соответствии с законодательством, и дает тот общий результат, который мы имеем. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Евгений Макеенко, Игорь Морищенко. Новости недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова